Бросят березы листву Что-то, как я, в этом мире протяжном искать Будет листва до зимы долетать, я-то знаю Будет печалить и дни на полях коротать Будет надежда, как снег, растянувшись до края Вместе со снегом по вольным дорогам летать Все опять, все опять повторяется Все опять, все опять начинается Все опять, все опять повторяется Снова все опять начинается Эмоции бьют через край Хватает и смеха, и слез, и объятий, и радости, смешанной с усталостью и волнением И, конечно, гордость за своих И еще не до конца осознанное понимание, что смогли и сделали 23 февраля 2016 года, в День защитника Отечества На набережной Уладьи, Самара встречает участников марш-броска на лыжах Сызрань-Самара Но обо всем по порядку В январе 2016 года Александр Борисович Фетисов, заместитель председателя правительства Самарской области Военно-патриотический центр «Навигатор-63» и Союз десантников России по Самарской области Объявили о проведении марш-броска на лыжах Экспедицию, организованную совместно с Самарским региональным отделением партии «Единая Россия» Посвятили одной из малоизвестных страниц Первой мировой войны Взятию русской армии крепости Юрзурум И Дню защитника Отечества Подготовка проходила под эгидой возрождения традиции сдачи норм ГТО Которым в этом году исполнилось 85 лет Историческая справка ГТО, физкультурно-спортивный комплекс, готов к труду и обороне В мае 1930 года газета «Комсомольская правда» обратилась с призывом установить всесоюзные спортивные испытания Инициатива получила широкое признание И уже к марту 1931 года был разработан и утвержден комплекс Который на долгие годы стал основой системы физического воспитания для всей страны Я хочу призвать всех жителей города Самары сдавать ГТО и заниматься спортом В ходе подготовки менялся маршрут, даты и детали проведения экспедиции В итоге было принято решение, что команда отправится из Сызрани в Самару В экипировке российской армии на армейских лыжах Если раньше мы осуществляли марш-браски на экстремальной технике Несмотря на то, что она экстремальная, но все-таки это техника Это снегоходы, это квадроциклы То было принято решение сделать это более демократично Когда нашему примеру может последовать любой человек Потому что лыжи, это спортивный инвентарь вполне доступный Первый день марш-браска Сызрани в Самару боевой По 15 патронов будет в магазине Стрельба лежа по мишени Там мишень не ростовая, а будет мишень грудная Вот, все, 100 метров Историческая справка Первый комплекс ГТО состоял из теоретических заданий И нормативов по различным физическим упражнениям Стрелковый спорт вошел в перечень нормативов готов к труду и обороне в 1940 году Сегодня выполнение нормативов по стрельбе производится из пневматической винтовки или электронного оружия Однако участники марш-браска, ветераны горячих точек, сдавали ГТО с боевым оружием Навигатор 63 и самарские десантники сдали экзамен по огневой подготовке на отлично Все без исключения выполнили нормативы Мы испытали положительные эмоции И адреналин поднялся И пойдем мы опять же тоже на лыжах с автоматами марш-брасок Даже хочется уже как бы, да, в бой, в бой скорее Уже хочется испытать каких-то таких физических нагрузок Чтобы опять прочувствовать, на что мы способны Один из лучших результатов показал Александр Давитьян Самый юный участник марш-браска Мне просто как новичку повезло Либо у меня какие-то прирожденные навыки Стрельба не случайно вошла в программу испытаний ГТО для участников похода Цель пробега не только проверить себя, но и привлечь молодежь к сдаче норм ГТО Через воспитание и уважение к русскому солдату и русскому оружию Независимо от возраста, независимо от погоды, независимо от места расположения На сегодняшний день все ветераны готовы и преподносит урок непосредственно молодежи Самарцы весь путь проделали в армейской копировке и с автоматами Калашникова Впрочем, не будем забегать вперед Цызрани участники марш-браска возложили цветы к вечному огню и к памятнику воинам, погибшим в локальных конфликтах Посетили концерт, который подготовили для них цызранские школьники и воспитанники военно-патриотических клубов города О, Россия, Россия, ты такая одна Именно благодаря таким мероприятиям мы подчеркиваем особое отношение к родине, любовь к родине Подчеркиваем то, что сегодня наша молодежь, она лучшая Мы относимся к ней с такой же любовью и передаем ей все то лучшее, что было заложено Боевой день и завершился по-боевому на сборном пункте военкомата города Сызрани Последнем рубеже между гражданской и военной жизнью призывников области Для некоторых участников команды это знаковое место Именно здесь много лет назад начиналась для них новая армейская жизнь Отсюда отправлялись выполнять свой воинский долг в горячие точки 21 апреля 1984 года привезли сюда Из красного крышка Команду Еще мы здесь и бегали, и прыгали Достаточно давно было Такие стоим, десантура идет Наконец-то Да, вот так вот Что значит жить, не сбавляя оборотов, показал последний вечер перед стартом Участники пробега решили не расслабляться перед лыжней и провели дружеский матч по волейболу Само собой, победила дружба Представители военно-патриотического центра «Навигатор-63» Как никто понимают всю важность работы с молодежью и налаживание связи между поколениями Одно из своих основных задач ведет в том, чтобы сохранить и передать потомкам память о нашем великом прошлом Привить уважение и любовь к родине Наши ветераны практически покажут, как они еще сегодня находятся в каком жестком и твердом седре Как говорится, любви все возрасты покорны Так и занятию спорта, так и поддержание себя в нормальной физической подготовке И в готовности самое главное выполнить любую задачу, так же все возрасты покорны Пожелать команде удачи на старте пришли сотни сызранцев Ветераны, молодежь, школьники Состоялись показательные выступления детских спортивных клубов Наш пробег по маршруту Сызрань-Самара посвящен историческим событиям, которые прошли сто лет назад В годы Первой мировой войны Это, возможно, малоизвестное событие, потому что мы привыкли о Первой мировой войне вспоминать О Брусиловском прорыве, о Западном фронте А русская армия действовала очень успешно и на фронте Кавказском Ровно сто лет назад, 18 февраля, завершилась операция по взятию крепости Ирзурум Историческая справка Ирзурумское сражение состоялось сто лет назад, в феврале 1916 года Русская армия под командованием Юденича разгромила Третью турецкую армию Не все достижения, не все деяния наших предков достойны уважения Но все деяния наших предков достойны нашей памяти Ибо право на будущее имеет только тот, кто никогда не забывает своего прошлого На долгие годы Ирзурумская операция была забыта по идеологическим соображениям Советская историография имя генерала Николая Юденича связывала исключительно с белым движением Но генерал был еще и выдающимся полководцем, который не проиграл ни одного крупного сражения Его блестящая операция «Взятие Ирзурума» вошла в мировую военную историю Как образец военного искусства, тактики и ведения боя в зимних условиях С 30 градусов мороза в юго И Юденич делает первый умнейший ход Он, что очень редко было раньше в истории нашего военного искусства Он всех солдат одевает маскировочный халат Второй В 4 утра он начинает мощнейшую артподготовку со всех стволов, которые у него были Не надо солдата посылать на убой Он один из первых применил блестящую авиационную разведку Это в условиях Кавказа На той примитивнейшей технике, которая у нас была еще авиационная И блестяще провел агентурную разведку Начинается штурм И вот здесь-то как раз вступает в силу Одна ставственная часть военной искусства Мы всегда почему-то о ней говорим в последнюю очередь Моральный дух воинства Соотношение потерь У турок к нам 10 к 1 Уникальный случай военной истории Законная история жестокий военный Когда идет штурм не укреп района, подчеркиваю А штурм укреплен к позиции Соотношение потерь всегда бывает 4 к 1 в пользу бороняющихся Вполне естественно Они в земле, люди идут в атаку Сейчас 10 к 1 в пользу наступающей В кое века такое было Нет крепче УЗ, чем УЗа боевого братства Не важно идет ли речь о войне или мирном времени Пример тому начальник штаба марш-броска Который, чтобы не оставлять товарищей Отправился в экспедицию в свой юбилей Уважаемые друзья, сегодня у одного из членов нашей команды У воина, разведчика, десантника Владимира Чуйко Кавалера ордена Красной Звезды Сегодня день рождения, ему 50 лет исполняется Вот он с нами сегодня Мы гордимся, что старт этого патриотического мероприятия Находится именно в нашем городе Пробег был замечен и на федеральном уровне О подготовке и старте марш-броска Рассказывали ведущие российские телеканалы Желать самарцам удачи Приехал Александр Иванович Тихонов Четырехкратный олимпийский чемпион Одиннадцатикратный чемпион мира И пятнадцатикратный чемпион СССР по биатлону Дорогие мои, дай вам Бог в первую очередь здоровья Чего нельзя купить, продать и подарить А для того, чтобы такой марш-бросок преодолеть Без крепкой подготовки Невозможной физической подготовки Поэтому дай Бог доброго здоровья И чтобы из года в год Ваши переходы были хорошим примером Для подрастающего поколения Первый этап марш-броска Проходит ровно во всех смыслах этого слова Относительно ровный рельеф Так как большая часть пути прошла по полям И относительно ровная погода Без сюрпризов позволяют команде Выдерживать хороший темп Отлично, идем, армейский темп Очень легко, все в порядке Погода замечательная, настроение отличное Труднее всего впереди идущим лыжникам Так как на них ложится задача Прокладывать путь по снежной целине Также участникам похода приходится Идти по укатанному зимнику На котором скользят лыжи Переходить в железнодорожные переезды И перебираться через газовые трубопроводы А еще и пресекать поля со жневьем Острыми остатками стеблей Убранных зерновых Ходить по которым, что по острой гребенке Идем Средним темпом, нормально Вот, без травм, так скажем Были небольшие у нас, да, овраги Но преодолели их благополучно Тренировки одно А практика эта, соответственно, конечно, другое Историческая справка Основной целью комплекса ГТО Было повышение уровня физического воспитания И мобилизационной готовности советского народа Бег на лыжах входил в перечень испытаний Самого первого комплекса Команда марш-броска успешно дала нормативы По бегу на лыжах При этом намеренно усложнив себе задачу Выйдя на лыжню в военной экипировке Подготовка команды ведется непрерывно Тут не только лыжи, это еще и спортзал И отдельно, допустим, работают массажисты Работают врачи Лыжи у нас не спортивные Армейские лыжи Именно для глубокого снега Для выполнения таких задач На очень длительные и далекие расстояния Команда наша готова и к экстремальным ситуациям К любым Во-первых, все члены команды Это все бывшие спортсмены Все члены команды Отслужили в войсках специального назначения ВДВ и морской пехоты Где ранее проходили такую же подготовку Но самое главное, что у нас профессиональное снаряжение Профессиональное навигационное оборудование Но любой план идеален только на бумаге Реальная жизнь всегда вносит свои коррективы Именно профессиональное навигационное оборудование Преподносит первый неприятный сюрприз Сегодня, к сожалению, у нас вырубился навигатор Не по техническим причинам, а в связи с погодными условиями Снегопад идет Тучами неба затянут Первый раз такое случилось у нас Что навигация не работает Ну, карты-то у нас с собой Поэтому немножечко в них окунулись Как в старые добрые времена С линейкой, с карандашиком Потому что спросить-то не около даже У лесы же не спросишь Куда нам ехать Ну, в принципе, все хорошо, нормально Двигаемся Прямо на вышку А вон Где-то до края кустов Все Давайте туда В разведке маршрута в условиях снегопада и плохой видимости Помогают и снегоходы группы поддержки На которых передвигается съемочная группа Иногда пробиваю маршрут, чтобы было полегче ребятам Одним из очень серьезных препятствий становится глубокий овраг Разведка показала, что обойти его не удастся Принято решение штурмовать Пройденные десятки километров по пересеченной местности И накопившаяся усталость дают о себе знать Не обходятся без падений Но сложный овраг взят Тяжелый был переход через крутой овраг Там небольшой трамплинчик был Упал, порвал рюкзак Погода хорошая, ветра нету Легкий снежок идет Настроение замечательное Прекрасная компания, прекрасный день Все замечательно Команду марш-броска ждет протяженный участок со сложным рельефом Преодоление которого потребует максимум концентрации и всех сил Бесконечные спуски и подъемы выматывают лыжников до предела На переходах через овраги оступаются, падают, но поднимаются и идут дальше Свою лепту в копилку трудностей дня вносят и ухудшающиеся с каждым часом погода Но команда марш-броска не теряет бодрости духа Погода все хуже и хуже Пошел снег Вроде все-таки Наверное, минус три, минус пять максимум А вот Снег глубокий Много оврага Не ожидали, что их столько будет Но Как говорится, что хотели, то и получили Самое главное Что идем без травм Выходит из строя крепление Но у команды все необходимое для исправления ситуации при себе Все мелкие поломки оперативно устраняются прямо на лыжне Да, веревка, вот тетенка, она периодически перетирается Но когда проезжаешь 20 километров Бывает момент, что она рвется просто И все, сейчас данный момент у меня практически перетерлась У меня хорошо запасной есть Сумерки наступают, и мы войдем в ночь Будем двигаться с фонарями И вот это будет тяжелее морально Потому что не понимаешь Сколько еще осталось На спуски и подъемы Уходят не только силы и нервы Уходит бесценное время Часть намеченного на день маршрута Приходится преодолевать уже в темное время суток Непрекращающийся снег Не только осложняет передвижение Лыжи начинают вязнуть Но и ухудшает и без того малую видимость Лыжники идут практически вслепую Фонари разбивают темноту На расстоянии не более метра Приходится довериться картам И положиться на удачу Историческая справка Комплекс ГТО очень быстро становится популярен Нормы сдаются в школах, колхозных бригадах Рабочими в фабрик, заводах, железных дорог Проводятся масштабные соревнования Которые по популярности не уступают спартакиадам И центральным футбольным матчам Если в первый год значки ГТО получили 24 тысячи физкультурников То к 1935 году их число выросло до полутора миллионов человек Работа над собой в спортзале для участников марш-броска – дело привычное Поэтому выполнение нормативов силового комплекса ГТО не составило особого труда Более того, все участники команды перевыполнили прописанные в ГТО нормативы Сдача норм ГТО для нас – это обыденно, это тренировки постоянные То, что мы в спортзалах занимаемся Для нас волнительно то, что скоро-скоро-скоро уже остается 10 дней И нам предстоит пройти более 200 километров Часть маршрута проходит по территории национального заповедника «Самарская лука» По самым красивым местам Самарской области Где не ощущается присутствия человека Но необходимость выдерживать высокий темп не дает лыжникам любоваться красотами природы Приходится идти, несмотря на глубокий и рыхлый снег Переживаем за ребят, все-таки тяжело на лыжах Где-то целина, поля, снег глубокий довольно-таки Кратковременный отдых на привалах также не дает расслабиться Чтобы не замерзнуть после активного движения Участники марш-броска разводят костры Иначе мгновенно начинает пробирать холод 45 минут идем, 15 отдыхаем И, соответственно, потеем, мы мокрые внутри И 15 минут отдыха, мы остываем И самое тяжелое, наверное, начинать движение обратно Когда уже тело немножко расслабляется, мышцы И нужно опять собирать всю волю в кулак Преодоление маршрута в Самарской луке превращается в сдачу ГТО по всем нормативам Включая трату нервных клеток и активную выработку адреналина Команду поджидают длинные крутые спуски Подходящие скорее для горных, а не армейских лыж Экспедиция не без труда, но преодолевает эти адреналиновые аттракционы На самых опасных участках некоторые снимают лыжи и идут пешком Чтобы сохранить силы и уберечься от падений и травм А вот съемочная группа на снегоходах встает Снегоходы не могут подняться по крутому склону и застревают в сугробах Несмотря на усталость и еще предстоящие километры по заснеженным горам Самарской луки Лыжники берутся за спасение пострадавших товарищей Машины из снежного плена откапывают и вытаскивают всей командой Но по-другому и быть не может Здесь своих не бросают Два снегохода выходят из строя Один с порванной гусеницей, второй отказывается заводиться Третий на ходу, но не может вывести всех участников группы сопровождения Все яснее вырисовывается перспектива ночевки в лесу Группа поддержки оказалась сама в беде Теперь нужна нам поддержка Снегоходы вот в эту горку у нас не поднялись В общем, гусеница порвана на одном снегоходе Другой снегоход отловил проблемы с вариатором Вот одна надежда, один снегоход у нас остался Пытаемся эвакуироваться Что будет дальше, неизвестно Но, к счастью, снегоход все-таки заводят И съемочная группа рассаживается по двум железным коням Третий с порванной гусеницей пока чудом держится на ходу Лыжники идут по намеченному маршруту А группа сопровождения на снегоходах выбирается на большую землю Поздним вечером, после нереальных спусков и подъемов по горам В метель, в которой видимость составляла меньше метра Команда «Маш-броска» доходит до шелехметья В очередной раз доказав, что люди проходят там, где сдается техника Техника не выдержала, мы дошли Слава Богу, все живы-здоровы Добрались Ну, день тяжелый, надо сказать Переход был очень тяжелый Много оврагов Всякие пересеченные местности Безопасность и жизнь, здоровье каждого члена команды Это самое главное Поэтому на сегодняшний день, на сегодняшний час Все живы-здоровы, но устали Есть синяки, но ничего страшного Зеленкой замажем, заживет Дошли до места Ну, так скажем, тяжело, конечно, было Пересеченная местность очень была такая Овраги очень подъема были, очень большие, длинные, затяжные Перевал был небольшой, где-то у нас часик Косер развели, погрелись, перчатки высушили Так, ну и пошли дальше С Божьей помощью пришли на место И это не пустые слова Перед каждым «Маш-броском» навигатор 63 Освещает снаряжение и технику И получает благословение в храме Не стал исключением и «Маш-бросок» на лыжах Как признаются сами участники команды Это не только помогает собраться Но и дает силы на преодоление любых трудностей А если это все совместить И духовную силу И физическую силу То, естественно, тут Любые тяжелые Серьезные пробеги «Маш-броски» Любые мероприятия всегда будут по силу Последний отрезок пути по Волжскому льду Участники «Маш-броска» планировали преодолеть На судне на воздушной подушке Но в итоге решают идти на лыжах до конца Прохождение опасного участка Не было экстримом ради экстрима Навигатор 63 Не полагается только на удачу Мониторинг погодных условий Связь с местными жителями Тщательная подготовка снаряжения И отработка действий в экстремальных ситуациях Помогают команде выполнить задачу Максимально безопасно Историческая справка Плавание входило в список обязательных сдач и дисциплин Первого комплекса ГТО Сдача нормативов проходила преимущественно В летнее время года на открытой воде Но с ростом популярности ГТО В 30-х годах начинают активно строиться Крытые бассейны В ходе подготовки команда «Маш-броска» Успешно выполнила нормативы ГТО по плаванию Самарцы блестяще прошли стометровку В два раза увеличив достаточную для сдачи норматива дистанцию В воду погружались в армейские амуниции и с боевым оружием Оружие у вас сейчас гуляшили? Болевое оружие Здесь убедения особых не требуют Надо просто проверить Отсутствие патронов, патронов 23 февраля команда успешно финиширует в Самаре На набережной Уладьи Здесь самарских лыжников встречают настоящим праздником Звучат добрые слова Проходят торжественные награждения памятными дипломами На своем личном примере люди показали, что значит хорошая физическая форма И что такое отношение к физической культуре и спорту Я очень рада, что у вас сегодня есть возможность посмотреть, какими усилиями Какими героическими, наверное, усилиями дался этот «Маш-бросок» Для самарцев выступает группа «Гвардия» Работают тематические площадки Лазерный тир, выставка оружия и современные военные техники Любой желающий может попробовать сдать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» Это событие действительно объединило самые разные общественные организации Но здесь у всех этих организаций есть одно общее У людей, которые работают в этих организациях Состоят в этих организациях Это чувство ответственности Ответственности за свою родину Ответственности за здоровье подрастающего поколения Я думаю, что вот это секрет как раз нашего успеха Многие из наших сотрудников, включая меня в том числе Проходили военную службу в воздушно-десантных войсках Вооруженных силах Российской Федерации Ну и, естественно, для нас это почетно Осуществлять такую миссию На площади здесь кормить жителей нашего города При всей значимости подобных мероприятий Не стоит забывать и о том, что первые жизненные уроки Человек получает через родительский пример Ведь любовь к родине начинается с семьи Сын председателя военно-патриотического центра «Навигатор-63» Константина Довитьяна, Александр Вместе с участниками марш-броска Прошел весь путь от старта до финиша В группе сопровождения Принимал участие в решении вопросов бытового обустройства И координации маршрута Занимался хозяйственной частью А так вообще реально рвался на лыжи хоть серьезно Ну, в следующий раз, думаю, пойду Подготовлюсь и вместе с командой уже буду идти Мы прошли около 200 километров Маршем по труднодоступной местности Задачу мы выполнили с честью Все это для наших жителей Для России Для молодежи Чтобы все занимались спортом Смотрели на нас Чтобы родители приводили своих детей В спортивные залы На лыжи, на коньки И своим примером показывали это все Вот это самое главное Ты не жалей ту листву Так случилось, так надо Выше свободы печаль Только как угадать Будут снега на снега Растревоженно падать Эту любовь, как и я По дорогам искать Будут летать надо мной Облака с облаками Будет по морде с откосов Мне ветер хлестать Только бы мне бы достать Облака те руками Только бы мне бы любви Это сердце отдать Все опять Все опять Повторяется Снова все опять Начинается Редактор субтитров А.Семкин